Ну вот, мне один подписчик прислал видео, что на МКАЗе больше 30 машин столкнулись. Я посмотрел и, конечно, отметил для себя абсолютно неорганизованную работу не просто зимних служб обслуживания автобана, но и вообще движение, само движение. Меня удивляет, что дороги полностью покрыты снегом. И он спросил меня, а как в таких случаях это происходит в Германии? Ну, я думаю, что, наверное, может быть, большинство знает, а если нет, то я все-таки отвечу на этот вопрос. Здесь тоже бывают снегопады, конечно, особенно если это в южном направлении, ну, например, в стране Австрии, Мюнхена. Там очень много бывает выпадает снега. Ну и есть специальная служба, она так и называется Винтодинст, то есть зимняя дорожная служба. Это несколько машин. Ну, то есть тут видно, да, здесь не надо ничего особо объяснять, просто освобождает снег со стороны, а с тем ранд, то есть с краю, для того, чтобы дорога просто была шире. Ну, а вот здесь сильный снегопад, как мы видим, автобан 9, мюнхенское направление. Что происходит? Три машины идут впереди сразу и сразу очищают дорогу. Как мы видим, три одна за одной, иногда это даже четыре машины, и только за ними следуют все остальные. Вот, давайте посмотрим, как это выглядит. И всегда это происходит именно таким образом, то есть движение становится чуть-чуть медленнее. Выезжает, соответственно, дорожная полиция, которая организовывает проход этих машин. Ну, и дальше машины едут, да, они так быстро, как это, без снега, но все равно это лучше двигаться медленнее, чем аварии по 30-40 машин одновременно. Теперь еще вот такой вопрос он мне задал, а если произошла авария, что потом происходит, так как в моей жизни это было дважды, поэтому я расскажу, как это было в моем случае. В обоих случаях я, слава богу, не был виноват, и два раза это были женщины, которые были виноваты и оказались на моем пути. В одном случае женщина в меня въехала, а во втором случае я в нее, но она была 100% виновата. Я ехал по главной дороге, она сбоку выскочила, буквально перед моим носом, и я в последние секунды увидел ее бок, левую часть, левую сторону, значит, где сидит она, увидел ее испуганное лицо. Это уже бессмысленно было тормозить, хотя, конечно, я все равно тормозил автоматически, но все равно я прямо въехал в нее, и, слава богу, она осталась жива. То есть она еще несколько метров успела проскочить, и я ей как бы в заднюю часть, получается, въехал. И у меня, и у нее тоталь шады. Ну, тоталь шады, это значит, не подлежит уже ремонту. У меня сработал аэрбейк, у нее сработал аэрбейк, не знаю, как это по-русски, наверное, так же называется, мешки вот этой безопасности. И мы вышли когда из машины, мы не ругались, ничего, абсолютно ничего. Она спрашивает с вами, все в порядке? Я ей говорю, да, со мной все в порядке, что с вами? Она говорит, со мной тоже все в порядке. И когда мы немножко друг друга успокоили, я ей говорю, как так получилось, что вы выскочили? Она мне говорит, извините, я никак не могу это объяснить. У меня произошел какой-то блейк-аут. Блейк-аут, это как потемнение, вот момент такой в мозгу. Она говорит, я посмотрела направо, я вроде посмотрела налево, надавила на газ. И она говорит, я вашу машину вот буквально не видела. Как так получилось, что ее мозг не зафиксировал слева от нее стороны мою машину, я не знаю, но вот так произошло. И, значит, мы тут же вызвали полицию, а это было в 200 метрах от городской больницы. Кстати, она вот неслась в больницу, там ей позвонили, что-то там с ее мамой было. Она говорит, мне позвонили, я тут же села в машину, и вот мысли в разные стороны, и вот так она ехала в больницу. Полиция приехала через 2 минуты, но они там постоянно курсируют вокруг городской больницы, поэтому они тут же подъехали, собрали осколки, там фары, все это, отвалившийся бампер с моей машины. Нас тут же развели в разные стороны, и уже через 10 минут где-то было восстановлено движение. Мои данные взяли, ее данные, он спросил, что произошло, как я это объясняю. Другой полицейский спрашивал ее, мы обменялись карточками страховыми, и пока мы тут разговаривали, уже подъехал обшлепвагон, это машина-эвакуатор, я думаю, по-русски. Две машины, одна зацепила мою машину, другая ее машину, и все, мы разъехались максимально через полчаса. Никто не ругался, никто не выяснял никаких отношений, я ей пожелал того, чтобы она аккуратнее была в следующий раз, полицейские тоже ее немножко пожурили, ну было видно, что она расстроенная, она так, ее мелкая дрожь била, она даже плакать начала, ну не от того, что там на нее кто-то наезжал, а просто от того, что машину она разбила, когда уже потом увидела, что произошло, и мы в основном ее успокаивали, и я, и эти два полицейских, мы ее успокаивали, чтобы она успокоилась, и все будет нормально, мы сказали, не переживайте, ваша страховка все равно все заплатит. И на машине-эвакуаторе я приехал домой, мне это ничего не стоило, то, что они доставили прямо к моему дому, поставили машину, уехали, и я позвонил в страховку, и единственное, что они меня спросили, какая у вас машина, какая у вас модель, я сказал, что у меня Volkswagen, они сказали, хорошо, вы получите Volkswagen. И где-то через полтора-два часа, звонок в дверь, я открываю, стоит человек, он мне вручил ключи, бумагу, я расписался, он сказал, темно-синяя, там рядом с вашей побитой машиной. Я вышел там, где стоит моя побитая машина, за ней стояла новая машина от страховки. Полный бак бензина, все чисто, аккуратно, и так 10 дней я ездил потом на этой машине. То есть в моей жизни от того, что произошла авария, не изменилось ничего, ну вот буквально ничего. Единственное только, что я пережил, конечно, моральное потрясение, потому что стресс, да, от того, что ты воткнулся в аэрбек, и газ, и, естественно, удар все равно был в грудь, и достаточно ощутимо. У меня потом еще был синяк. Но это вот все, что остальное, в плане финансов, я не понес вообще никаких затрат. Через несколько часов приехал оценщик, это здесь специально есть такая служба. Он оценил мою машину, как, в каком она состоянии, сколько она стоила. В обоих случаях, вот два раза у меня были аварии, в обоих случаях я получил чуть больше, чем я ожидал. То есть, ну, допустим, машина стоила там 7 тысяч, я думал, ну, если покроют хотя бы ее цену, а я уже езжу на ней, естественно, какое-то время, оценщик оценил аварию все вместе на 10. То есть, я получил еще на 3 тысячи больше, чем я сам предполагал. И во втором случае было то же самое, но там машина уже была дороже. И в течение нескольких дней я получил эту сумму, на которую оценил аварию оценщик. Я точно так же ездил на работу и все остальное. Ничего в моей жизни не изменилось. И только когда я приобрел уже новый автомобиль, оформил его, только потом я позвонил в страховку, и они приехали и забрали свою машину. И когда они ее забирали, условие было такое же. Я должен был с полным баком бензина, пропылесосанное, то есть она должна была быть чистая, точно в таком состоянии, как они мне ее привезли. Я дал ключ, он мне пожелал счастливого пути. На этом все. Все отношения со страховкой на этот момент для меня закончились. Я даже никакие бумаги не заполнял, вообще ничего. При этом я не знаю, как происходит, если ты ударил кого-то. Тогда, наверное, все несколько становится сложнее. Но я думаю, что страховка, конечно, и в ту, и в другую сторону работает одинаково. И я предполагаю, просто в случае, если ты ударил, тебе поднимут саму страховку. То есть ты будешь платить дороже, но ничего по большому счету не меняется. Вот так это происходит здесь, без дополнительного штресса, без скандалов, без истерик. Грубо говоря, через три часа после аварии я уже сидел за рулем другой машины. Вот так достаточно быстро это здесь происходит. И поэтому меня, конечно, удивляет то, что я вам сейчас покажу. Авария, крики, визги, маты. Почему это должно происходить так, я это объяснить не могу. Но в России, по всей видимости, это происходит по-другому. Батцы в рот. Пусть, пухгалка. Пусть! Пусть, пах�! Вы не fáce! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok